Ну и для начала тема, от которой не уйти. События на Востоке развиваются уже не по правилам мирного времени, а по законам военного. Когда обстрел позиций украинских силовиков в районе Краматорска и Славянска ведут из минометов и гранатометов АГС-30 российского производства, которых в Украине на вооружении не было и нет. При этом украинский военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщает шокирующие факты. Вот по его данным, открывая стрельбу по позициям силовиков, террористы тут же разворачивают гранатометы и стреляют в другую сторону, в сторону жилых кварталов, чтобы потом приписать жертвы украинским военным. Так ли это? Официальную информацию постараемся получить в самое ближайшее время, в ходе этой программы. Ну а пока, пока слово Андрею Цыплиянко, нашему специальному корреспонденту, которого после всех недель, проведенных на востоке страны, уже теперь, наверное, правильнее военным корреспондентом называть. Его репортаж из зоны боевых действий. Кольцо вокруг Славянска сжимается. Вот так к городу подтягивается колонна Буцефалов. Имя, которое носил конь Александра Македонского, дали новым украинским БТРам. Это БТР-3, одна из лучших разработок в своей области. Сейчас боевая машина проходит испытания огнем под Славянском. С появлением Буцефалов силовикам стало проще ликвидировать блокпосты сепаратистов. Скорострельная пушка боевой машины с легкостью превращает бетонные плиты в строительный мусор. В начале мая здесь были позиции боевиков. Теперь над баррикадами украинский флаг. Еще недавно это было одно из самых оживленных мест на трассе. На рынке славянские ряды всегда было людно, теперь здесь пусто. А редкие проезжающие машины, абсолютно все, без исключения, проверяют вон там, на блокпосту, который контролирует Украинская национальная гвардия. Похоже, не все этому рады. Уберите блокпост, услышали мы от местных торговцев. Мы хотим в Россию. Правда, даже лидеры боевиков признают, воевать за них желают немногие. В ополчение жителей Донбасса не затащишь. Никак не ожидал, что на всю область не найдется и тысячи мужчин, готовых рисковать жизнью. Если мужчины на это не способны, придется призвать женщин. С сегодняшнего дня я отдал приказ принимать их в ополчение. Очень жаль, что среди женщин совсем нет офицеров. Ни действующих, ни из опаса. Но какая разница, если мужчины-офицеры к нам не едут совсем. Боевики укрепляются в густонаселенных кварталах Славянска. На многоэтажках огневые точки. Военные считают, их провоцируют на ответный огонь пожилым домам, чтобы были жертвы среди мирного населения, пока их удается избежать. Поэтому и продвигаться вперед приходится медленно. А это Великая Новоселка, городок на западе Донбасса. Здесь батальон территориальной обороны снова поднял украинский флаг над зданием местной милиции. Служители порядка перешли было на сторону сепаратистов. Но граната в руке сторонника единой страны заставила милиционеров вспомнить о присяге. Присягу мы принимали изначально при поступлении на службу. Это оружие бойцы батальона отобрали у боевиков. Все это ополчение-то глупники. Такие батальоны прообраз новых силовых структур. Им удалось остановить вирус сепаратизма на этом рубеже. Это блокпост батальона территориальной обороны на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Хорошо укрепленная огневая точка прикрывает дальний милицейский контрольно-пропускной пункт. Обстановка здесь выглядит довольно спокойной, но судя по вооружению бойцов, они готовы к любому развитию событий. В территориальную оборону приходят добровольцы, люди с разным жизненным опытом. Олег Трофенчук, бывший военный летчик, штурман, теперь воюет на земле. Ну это получается блокпост. Здесь боевые точки, пулеметы, автоматы. В общем здесь все готово, чтобы отразить, если будет нападение на нас. Покидая зону риска Донецкую область, дальнобойщики громко сигналят. Это означает, на них не напали, их не ограбили. Повезло. Говорит, ребята, да, слава богу, что мы здесь, что вы здесь нас встречаете, без всяких этих, мы вежливо с ними, здравствуйте. То они, конечно, очень напуганные. Дальнобойщики очень напуганные. Очень. И стреляют по ним, и пломбы срывают. Очень многие очень, таких вариантов, что... Ну они просто боятся. На позиции замечаем пару гранатометов. Стрелять из разных видов оружия новички учатся на полигоне. Мы первые журналисты, которым разрешили отснять подготовку батальона Днепр. С условием, что мы не рассекретим, где находится полигон. Бойцы отрабатывают приемы стрельбы, стоя с колена, лежа. Автоматы учебные, и не у всех они есть. Добровольцев больше, чем оружие. Перезаряжают непривычно. Левой рукой. За доли секунды меняют магазин. Это техника израильского спецназа. Похоже, инструктор воевал с террористами на Ближнем Востоке. Багато выявляются украинцы, прошли французский легион, армию Израиля, армию США, армию Грузии. И вот, ну, это уже, мабуть, не таемница. Большинство знает, что они и есть нашими основными инструкторами. Они знают, как взломать эту матрицу. Инструктор не показывает лицо. Его подопечные тоже. Многим из них угрожают. Андрей, в прошлом финансист из Донецка, устал бояться и решил взяться за оружие. Сначала звонили со скрытых номеров, потом звонили уже и номера не прятали. Мне тебя по кусочкам принесут, что мне тебя ждать. Потом мы идем вас резать во время митинга. Ну, вы готовы вообще морально к тому, что придется, ну, и себя подставлять под пули, и стрелять, возможно, в других людей с оружием. Вот есть моральная готовность? Я думаю, что да. То есть, и сегодня утром, ну, с товарищами спрашивали, вот кто-то хочет воевать? Никто не хочет воевать, но есть необходимость, к сожалению. Она возникла, и это надо делать. Черниговская область, северная граница Украины, киевское направление. Россияне с начала месяца постоянно подтягивают сюда солдат и технику. При этом заявляют, что никакого накопления сил на украинской границе нет. Тем не менее, в приграничном районе провокации и диверсанты едва ли не каждый день. Вот этот зенитно-ракетный комплекс должен уничтожить вертолетный десант. А в посадке спрятана техника, которая прикрывает дорогу на Чернигов и дальше на Киев. Такие мобильные группы вынуждены перемещаться с места на место. Трижды в здешних лесах задерживали людей со специальной оптикой и таблицами позывных. Есть и агенты, и, конечно, был такой российский гражданин, которого затримали в Чернигове при передаче ему секретных данных. И наши граждане, которых вербуют, напевно, фахивцы с ФСБ. Здесь тоже приходится ломать стереотипы советской военной школы. Нехватку сигнальных мин здесь компенсируют подручными материалами. Сардина, свинина, скумбрия жестяным грохотом предупреждают о вторжении чужака. Младшие офицеры учатся мыслить и действовать быстро, не дожидаясь решения генералов. Экипажи машин приняли решение в случае нападения действовать нестандартно. То есть не так, как приписано в учебниках, а чтобы противник максимально был запутан. Некоторые решения стратегов вызывают вопросы. Это системы залпового огняград напротив боевые машины пехоты. Большое количество военной техники собрали здесь на открытой площадке, превратив ее в удобную мишень для авиации вероятного противника. Зачем это сделали, я не понимаю. Впрочем, я человек не военный и могу не знать о важных стратегических задачах этой группировки. В этом лагере большинство резервисты. Родина обещала им надежный тыл. Обещание осталось невыполненным. Банки отказываются идти навстречу тем, у кого не выплачены кредиты. Я лично звонил три раза. В банк я пытался с ними как-то договориться или об острочке, или отпуск кредитный. Мне дали отказ. А этот человек врач. Его призвали на службу и тут же уволили с работы. И после того, как я передал, дознаюся от знакомых, что меня извольнено, причем извольнено не 28, а 27 числом, когда я еще был на работе. На основе чего, я не знаю. Новый закон обязывает восстановить на работе мобилизованных сотрудников. Правда, когда полевой доктор сможет одеть гражданский белый халат, пока не может сказать никто. Мы все знаем, за что мы стоим, за своих семей, за своих детей, родных, близких. Андрей Цыплиенко, Сергей Дубинин, Евгений Каминский, Евгений Каденцов и Павел Мельник. Чернигов, Днепропетровск, Изюм. Подробности недели, телеканал Интер.